Привет! Это очередной выпуск блога «Давайте разбираться». Но здесь мы не будем ничего чинить, настраивать и калибровать. В этой серии я расскажу про приезд на обучение наших партнеров из Казахстана. Некоторое время назад мы стали представителями бренда «Пистанбуле» в Казахстане. И у нас возникла потребность создания мобильной бригады для оперативного решения всех возможных технических проблем. И вот в самом конце июля ребята приехали к нам в Самару. Во-первых, познакомиться и наладить какие-то личные отношения. Во-вторых, чтобы пройти полный курс по обязательным умениям и навыкам, начиная с выгрузки машины, пусконаладки, ввода ее в эксплуатацию и заканчивая ремонтом. У парней был довольно большой опыт работы с принотом. Как-то так исторически сложилось, что Казахстан до недавнего времени был в зоне перенотов. Или, как мы шутили, серой зоной на карте. Но после получения нами статуса представительства ситуация начала сдвигаться. И наши герои, которые обслуживали принот на протяжении последних 7 лет, теперь должны были переквалифицироваться на сервисменов в «Пистанбуле». Поэтому мы проговаривали подробно вообще все. Начиная с истории завода в Германии и заканчивая всякими мелкими нюансами и конкретными кейсами. Подробно прошлись под гидравлической и электрической системам. По электронике. Просмотрели и разобрали принципы работы этих систем. Как эти системы связаны друг с другом. В чем их различия с теми же системами на ратрахах других марок. Отдельная история. Рассказ, как работать с каталогом запчастей. Кстати, если вам это тоже интересно, то на нашем первом канале есть подробное видео на эту тему. Ссылку я поставлю в правый верхний угол экрана и добавлю в описании. Так как у меня и у моих парней довольно большой опыт в ремонте ратрахов, то мы, конечно же, немного отходили от теории и программ из учебников и методичек. И охотно делились с ребятами своими лайфхаками, фишками и особенностями в ремонте, которые мы обнаружили и которыми постоянно пользуемся в работе. Подробно разобрали самые сложные и необычные случаи в нашей практике. Как находили решения, как долго шли к этим решениям, какие выводы потом делали и какие особенности подмечали. Курс, кстати, был точно такой же, как мы делаем на регулярно проводимом нами в сентябре инженерном вече. В сборе механиков ГЛК со всей России и не только. Так что если у вас возникло желание повысить свою квалификацию и узнать много нового, фишек и особенностей устройства машины и их ремонта, обменяться опытом с коллегами и просто круто провести время, то ждем вас всех каждый сентябрь у нас на базе в Самаре. Общая продолжительность обучения составила 4 дня. Причем каждый день начинался в 9 утра и заканчивался в 6 вечера с одним перерывом на обед и двумя перерывами на кофебрейк. Информации было много, передавалась она плотно, так что особо свободного времени не было. Отдельно затронули важность консервации в межсезонье. Очень много работали руками на практических занятиях, а теория и практика шли параллельно. Утром в классе узнал, после обеда в цехе закрепил. А в конце, как обычно, тесты. Причем не шуточные для вида, а самый настоящий большой экзамен, который не всем удается сдать с первого раза и который не получится сдать ни с какого раза, если ты приехал вроде как на обучение, а на самом деле поспать, поесть и поразвлекаться. У нас с этим строго. Мы не продаем сертификаты ни за какие деньги. Единственный способ его, наш сертификат, получить, это узнать, понять, научиться, сделать и после этого успешно сдать экзамен. Но ребята справились великолепно. И вот торжественная минута вручения. Теплые слова, напутствие, пожелания и грустный миг прощения. Будем держаться на связи. Поездка была очень полезной, потому что у каждой марки есть свои нюансы. И незнание этих нюансов, программного обеспечения, даже элементарные вещи, сервисы, у каждой маркета делается все по-разному. Поэтому не имея этого обучения, человек, оператор или механик, который работал даже с разными другими снегоподельными машинами, не смог бы правильно обслужить машину. Обучение проходило в формате теория плюс практика. В течение пяти дней нам дали базовые понятия по работе данной техники. Конечно, после прохождения этих курсов наши знания умножились кратно. В общем, мы получили отличный опыт, обучились марке Пистанбуля. Теперь мы сертифицированные представители техники Пистанбуля на территории Казахстана. Мы всегда и круглосуточно доступны для вопросов, советов и помощи. Но мне кажется, что наше казахское представительство уже вполне самостоятельное и способно решать любые задачи. Я буду рад любой вашей реакции на это и на любые другие видео на этом канале. Эти реакции помогают другим людям увидеть наш канал, чему-то научиться, вынести что-то полезное. Поэтому ставьте лайки, пишите комментарии, задавайте вопросы в комментариях, предлагайте темы для новых выпусков, а также не стесняйтесь звонить мне, если у вас есть какие-то вопросы или сложности по ремонту и обслуживанию техники. Я лично и вся моя команда, мы никогда не оставляем подобные обращения без внимания и всегда доводим их до какого-то законченного решения. Спасибо за просмотр, спасибо, что вы с нами, до встречи в следующих выпусках. С вами был я, Сергей Будунин.